А вы в курсе, что дачная амнистия продлена еще на год? Это значит, что оформить свою недвижимость по упрощенному порядку можно до 1 марта 2021 года. Здравствуйте, это программа «В курсе» и я, Татьяна Говоркова. Здесь мы говорим на темы, которые так или иначе касаются интересов жителей Краснодарского края и, в частности, Сочи. Как зарегистрировать дом на садовых участках? На этот и многие другие вопросы нам ответит начальник отдела краевого БТИ по городу Сочи Юрий Колюх. Юрий Иосифович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос. Какие услуги населению предоставляет краевое БТИ? Краевое БТИ находится в видении Департамента имущественных отношений Краснодарского края и уже более 90 лет оказывает комплекс услуг, необходимый по оформлению и управлению недвижимостью для юридических, физических лиц, органов власти. Вместе с тем ГБУ призвано способствовать реализацию безусмотренных законодательств Российской Федерации полномочий в области проведения государственной кадастровой оценки, по охранению и использованию учетно-технической документации всех БТИ, которые ранее существовали. Также населению мы оказываем услуги по оформлению наследства, приватизации квартир, оформлению права на землю под многоквартирными жилыми домами, раздел помещений на несколько самостоятельных объектов, раздел земельных участков на два и более земельных участков, также оформление документов по сносу жилого дома, перепланировке квартир для последующей регистрации права. Давайте понемножечку о каждой услуге по отдельности. Вот оформление наследства. Как происходит эта услуга, какие документы должны предоставить люди и как быстро оказывается эта услуга? На сегодняшний момент любой человек обращается в любое из наших подразделений с заявлением в любое окно приема. Очередней на сегодняшний день момент у нас нет. Прием и услуги оказываются очень быстро. Мы с этим постоянно работаем для того, чтобы человек как можно быстрее получил услугу. Допустим, для оформления наследства. Ему необходимо подать заявление и получить актуальные характеристики в объекте недвижимости, для того, чтобы правильно и на нужную площадь вступить наследство, чтобы в дальнейшем для государственной регистрации не было проблем по оформлению. Также нужно для приватизации квартиры справки о правах. На сегодняшний момент обязательно справка из Росреестра о правах и органа БТИ, потому что до создания Росреестра орган БТИ занимался государственной регистрацией права. То есть без данной справки человек не может подтвердить право. Ранее он участвовал в приватизации, имеет какие-либо объекты в собственности и так далее. Для оформления права на землю под квартирными домами ему необходимо проект территориального землеустройства оформить. Также наши специалисты краевого БТИ могут это все сделать в сжатые сроки и квалифицированно. Также часто обращаются люди по разделу помещений нежилых, квартир и так далее. По-моему, сейчас как раз эта тема очень актуальна. Говорят, что сейчас какие-то изменения коснулись, что сейчас можно только в нежилой статус нежилого помещения, например, если квартира находится на первом этаже, то нужно обязательно договориться с соседями, подписать все документы. Это очень сложно сделать. На территории города Сочи утвержден регламент по переводу жилых помещений в нежилые и нежилые. Это касается многоквартирных жилых домов. То есть там утвержден регламент. И согласно жилищного кодекса там есть определенные требования, СНИПы, то есть какие помещения располагаются над какими. Допустим, на сегодняшний момент, если человек приносит санузел и так далее, он не может находиться, если в неслежащей квартире находится живое помещение, то это сделать невозможно и, соответственно, это узаконить. А на сегодняшний момент, в принципе, услуга работает. Много мы выполняем проектов по перепланировке. Для данной услуги у нас специалистов достаточно для этого. В принципе, наши специалисты изначально при приеме человека, чтобы он не тратил деньги, смотрим, возможно ли узаконить данную услугу. И в данном случае, если это возможно, мы выполняем работы по проектированию. А так человеку консультируем и говорим, что это невозможно. Но у вас специалисты выезжают прямо по адресу, на дом проверяют? Для того, чтобы подготовить проект, человек выезжает, специалисты замеряют все на местности. И точными размерами мы готовим всю документацию. А если человек сам решил произвести ремонт, например, снес несущую стену, допустим, что этого делать вообще нельзя, и потом собирается оформить приватизацию или наследство ее оформить, он может столкнуться с какими-то проблемами? Да, при подготовке справок для вступления наследства наши специалисты выходят и видят, если видят, что самовольные перепланировки, соответственно, данная отметка проходит и в справке, и в техническом паспорте, что выполнено самовольно. Соответственно, человек, если эта перепланировка возможно узаконить по регламенту, он идет, также делает проект заключения, идет в администрацию города Сочи для узаконения. Если это невозможно, то после отказа администрации он может это сделать только в судебном порядке. Но суд уже выносит правомерное решение, если это возможно. Это штрафы как-то какие-то облагательства? Штрафы на сегодняшний день не предусмотрены. То есть здесь узаконение возможно-невозможно. В любом случае, при самовольных перепланировках, как правило, если сделка идет по ипотеке, выходят оценщики, банки проверяют, если они видят, что есть перепланировка неузаконенная, они тоже отказывают в ипотеке. А расскажите об услуге определения площади квартиры по нормам текущего законодательства. Что из себя представляют эти нормы, что это такое вообще? Как определяется площадь квартиры? На сегодняшний день площадь квартиры определяется по приказу Минэкономразвития Российской Федерации. У нас утвержден новый приказ, 90-е, 1 марта 2016 года. И утверждение требования к точности определения площадей. То есть на сегодняшний день площадя определяются чуть-чуть по-другому. То есть у нас даже площадь здания не может быть несоответствовать сумме площади помещений в здании. Потому что площадь определения здания одна норма, площадь определения помещения другая. При определении площади здания не учитываются перегородки. То есть у нас объем берется. При определении помещений то это все учитывается. Очень интересно, хорошо. А как можно разделить помещение на несколько самостоятельных? Это для кого вообще возможно? На сегодняшний момент раздел помещения, что касается квартир на квартирных домах, это также утвержден регламент администрации города Сочи и постановление МОЛОВЫ. У нас на основании проекта также производится раздел через приказ Департамента имущественных отношений. Что касается нежилых помещений вне многоквартирного дома, у нас есть немного нежилых зданий, там чуть-чуть проще, там решение собственника о разделе. И при разделе, соответственно, нет требований для того, чтобы доступ осуществляться с мест общего пользования и так далее, потому что это здание нежилое. Понятно. А что касается услуги по сносу жилого дома, строения или жилой пристройки? Снос жилого дома у нас 218-м федеральным законом государственной регистрации права. Здесь предусмотрен пакет документов для прекращения права в органе регистрации. Этот документ называется арт-обследование, он готовится к кадастровым инженерам. В принципе, наши специалисты-кадастровым инженерам могут такой документ подготовить. Но там есть нюансы, когда объект снесен, то есть ли он до 1 марта 2018 года снесен, там решение собственника о сносе. После 1 марта еще нужен проект сноса. Собственнику готовить проект сноса дома или объектной недвижимости. Хорошо. Вот еще краевое БТИ предоставляет такую услугу, как выдача справок и техпаспорта на квартиру или помещение. Какие документы нужно предоставлять, как быстро эта услуга предоставляется? У нас данная услуга поделена на два этапа. У нас, что касается документов, подготовленных до 1 января 2013 года, предусмотрена выдача архивных так называемых справок. Мы их даже называем иногда бюджетными, потому что ранние деньги от данной услуги шли в бюджет Краснодарского края. Данные справки предоставляются по состоянию на старую дату. Но они не актуальны, но часто требуются, потому что иногда органы власти требуют то, что было до 1 января. Это более считается документ, подходящий для органа кадастрового учета. Что касается текущих справок и с выходом на объект, это занимает недолго. Я думаю, что в течение 10 дней, 15 мы готовим документы полностью от начала до конца. То есть у нас очередей нет, быстро это все делаем. Примерно сколько это за месяц занимает подготовка всех документов? Две недели, максимум. Две недели, да? Что касается выдачи с архива, там, я думаю, что вообще даже меньше недели. Насколько важно перед покупкой земли провести уточнение границ земельного участка? Покупка земельного участка зачастую сопряжена с рисками скрытого характера. В частности, на стадии оформления такого приобретения невозможно досконально проанализировать законность площади понравившегося земельного участка. То есть не исключена вероятность незаконного присвоения продавцов определенных территорий соседнего участка, земель администрации города, свободных земель. В связи с этим, как избежать возникновения будущих конфликтов с соседними и так далее, то есть необходимо провести межевание данного земельного участка и установить границы в соответствии с действующим законодательством. Кроме этого, в соответствии с федеральным законом 171, который внес поправки в земельный кодекс Российской Федерации, среди которых есть такая поправка, если ваш участок не отмежован, с 1 января 2018 года вы не сможете его продать, подарить или передать по наследству. Также не исключено, что могут возникнуть споры с соседями по границам. Процедура межевания поможет исключить эти неприятные ситуации в дальнейшем. Краевые быты предлагают выполнить данные работы по уточнению местоположения и площади земельных участков, провести межевание земельного участка при отсутствии документов, подтверждающих графическую часть, и при отсутствии проекта межевания территории, при использовании аэрофотопланов местности территории Сочи. То есть на сегодняшний момент для подготовки и межевого плана, как правило, требуется подтверждение графическим материалам, что человек владеет данными границами более 15 лет и так далее. Многих людей и граждан города Сочи данных документов нет. Соответственно, мы самостоятельно в Росреестре заказываем аэрофотопланы местности, которым уже более 15 лет, где видно, то есть они с такой точностью, что видно границы данных земельных участков. Соответственно, упрощаем людям поиск данных документов и даем возможность им оформить, можно так сказать. Ну и давайте поговорим о дачной амнистии. Она продлена сейчас до 1 марта 2021 года. И есть вот так некая упрощенная схема, по которой можно узаконить землю на садовом участке. Расскажите, что это за упрощенная схема? Упрощенная схема касается только земельных участков, предназначенных для ведения садоводства. То есть если земельный участок разрешен на использование садоводства, человек может обратиться к заявителям к кадастровому инженеру для оформления необходимых документов. Но этим документом является технический план. Технический план готовится к кадастровым инженерам на основании либо проектной документации, если ее нет, то на основании декларации, заполненной и подписанной собственником земельного участка. Наши специалисты могут помочь подготовить и заполнить данную декларацию, потому что человеку, который не имеет опыт с этим, то ему тяжело, как и любому лицу, не зная, подготовить данный документ. Его нужно правильно заполнить, потому что от того, как правильно заполнены там данные, соответственно, они пойдут в технический план и в органы регистрации, и в дальнейшем, чтобы не было проблем их изменять. – А все-таки расскажите поподробнее, что такое дачная амнистия, для чего она была введена, почему все-таки сейчас увеличивают срок, в связи с чем это все связано? – Я думаю, что для включения больше объектов в налогооблагаемый оборот, то есть человеку дали проще оформить, но государство от этого приобретает в любом случае налоги из данных объектов недвижимости. – Единственное, что для садоводства упрощенное вроде действует, но есть все равно определенные ограничения. Там прописано, что объект должен быть не более трех надземных этажей, высотой не более 20 метров, состоять из комнат для проживания и нужд, и плюс бытовые помещения, и непредназначен для дальнейшего раздела по квартирам. То есть это должен быть индивидуальный жилой дом для проживания одной семьи. То есть он возможен для оформления. – А если, например, на территории, на садовом участке располагается какое-то строение нежилое, подсобка, грубо говоря, или еще что-то, это тоже считается, в налоги входит или нет? – Ну, чтобы оно вошло в налоги, на него должно возникнуть право, и он должен пройти когда-то. – То есть нужно заканивать право на каждое строение, которое находится у тебя на земельном участке. Когда это было введено, нововведение было распространено? – Ну, как правило, после вступления федерального закона, так называемого дачной амнистии, потому что ранее никто хозпостройки не оформлял. Редко люди хотели оформить гаражи свои, подсобные помещения и так далее. – Хорошо. Что будет после 1 марта 2021 года, кто не успеет сделать по этой упрощенной схеме, подать документы? Что люди потеряют или приобретут? – Ну, приобретут. На сегодняшний день они наготовят документы на основании декларации, то в дальнейшем они пойдут в орган власти, то есть в администрацию города Сочи с уведомлением о строительстве, и будут, еще администрация будет проверять нормы и дополнительно контроль. Вот и все. – Ну, как бы человек при этом что потеряет? Финансовую какую-то часть? Это придется платить больше, грубо говоря, или придется доказывать, что это моя собственность? Или вот насколько, почему настолько важна эта дачная амнистия? – Просто человеку не нужно будет готовить ни проектную документацию, ни родпланы и так далее. То есть дополнительные затраты он нести не будет в любом случае. – Вот, то есть если он этого не сделает до 1 марта, то он будет нести какие-то дополнительные затраты, да? – Да, в любом случае. Ну, если только от ней продлят в очередной раз. – Понятно. Что касается регистрации домов на землях под ИЖС или ЛПХ, как рассчитывается налог с ними и как вообще проходит кадастровая оценка? – Что касается ИЖС и ЛПХ, то есть вот мы говорили про дачную амнистию. То есть после завершения дачной амнистии они будут оформлять так же, как дома ИЖС на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. То есть человек, помимо тех документов, которым говорили технический план, подготовленный кадастровым инженером, должен будет подготовить уведомление застройщика о планированном строительстве жилого дома, уведомление о соответствии построенного дома определенным параметрам разрешенного строительства. Потом далее уже после завершения строительства декларация, составленная и заверенная правообладателем земельного участка, кто же ее может готовить самостоятельно, могут специалисты помогать, технический план и дальше орган регистрации. То есть здесь еще, грубо говоря, три уведомления добавляются в орган администрации. – Это сложнее сделать, да? – Это дольше. – Дольше, конечно. То есть процедура усложняется, соответственно, будет дольше. – В прошлом году была проведена государственная кадастровая оценка участков в составе земель сельхозназначения. Вот какие итоги? – В соответствии с приказом Департамента имущественных отношений 481 от 15 марта 2018 года проведение кадастровой оценки на территории Краснодарского края в 2019-2020 годах. В 2019 году на территории Краснодарского края проведена государственная кадастровая оценка земель сельхозназначения, земель специального назначения, особо охраняемых природных территорий. В общей сложности в 2019 году оценено 447 753 земельных участка. Из них на территории Сочи 24 022 таких земельных участка, но только на территории Сочи. Также в прошлом году оценили 167 818 сооружений и 4 единых недвижимых комплекса. Результаты государственной кадастровой оценки утверждаются приказом Департамента имущественных отношений и вносятся в единый государственный реестр недвижимости с 1 января 2020 года. То есть та оценка, которая проведена в том году, она на следующий день уже внесена в Росреестр и любое лицо может запросить и получить сведения о данной оценке. Цель кадастровой оценки – это установление показателей кадастровой стоимости, необходимой для расчета налога, аренды и выкупной стоимости земельного участка. Это основные, для чего она нужна. Но на сегодняшний момент с каждым днем расширяется спектр, для чего она применяется. В современном обществе кадастровая оценка земель используется для налогообложения недвижимости, установления ставок земельного налога и величины арендной оплаты, информационной поддержки рынка земли, фондов, рынка ценных земельных бумаг и ипотеки, оценка эффективности существующего функционального использования территории. Определение кадастровой стоимости земельных участков является важным элементом налогообложения, залога, ипотеки и определение стартовой цены в сделках купли-продажи. В задачи краевого БТИ входит в том числе и кадастровая оценка земли и объектов недвижимости. Вот как она производится и для каких целей? С 1 января 2017 года вступил федеральный закон 237 ФЗ о государственной кадастровой оценке, в котором установлен новый порядок определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. Соответственно, положением закона определение кадастровой стоимости осуществляют государственные бюджетные учреждения, созданные или наделенные данными полномочиями по решению органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Проще сказать, что на территории каждого субъекта Российской Федерации должно быть государственное бюджетное учреждение, которое будет заниматься данной оценкой. На территории Краснодарского края, администрации Краснодарского края принято решение, что это будет краевое БТИ. Соответственно, в связи с этим, 10 апреля 2017 года распоряжением губернатора 101Р в государственное унитарное предприятие ранее было реорганизовано государственное бюджетное учреждение и было наделено полномочиями по государственной кадастровой оценке. Государственная кадастровая оценка проводится в соответствии с требованием федерального закона 237 ФЗ и методическими указаниями о государственной кадастровой оценке. Утвержденный Минэкономом развития России 12 мая 2017 года, номер 226. Для проведения оценки в структуре нашего учреждения создано управление государственной кадастровой оценки, специалисты которого непосредственно и проводят работы по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости. По результатам проведенных работ формируется отчет об итогах государственной кадастровой оценки, который содержит подробное описание проведенных расчетов. Этот документ размещен в открытом доступе в фонде данных государственной кадастровой оценки на официальном сайте Росреестра. Также можно обратиться с заявлением о предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости в Краевой ОБТИ. В течение 30 дней наши специалисты Краевого ОБТИ подготовят ответ и направят заявителю. Обратиться на территории Сочи можно в наш отдел, либо направив заявление по почте. Результаты государственной кадастровой оценки применяются для многих целей. Установлено законодательством и круг вопросов, для которых применяется кадастровая стоимость, постоянно расширяется. Но все же основной целью является использование кадастровой стоимости в качестве налогооблагаемой базы, по земельному налогу и по имущественным налогам физических и юридических лиц, а также для определения арендных ставок. Вот законодательством еще установлены такие методы, как массовые оценки. Вот что это такое и когда вы ее используете, при каких условиях? Да, законодательством установлено метод массовой оценки, так как земельных участков очень много и объектов недвижимости зданий, а сроки сжаты для проведения данной оценки. Допустим, в этом году необходимо оценить 2 млн 195 тыс. земельных участков, земель населенных пунктов. Поэтому разработаны методические рекомендации, утвержденные Министерством экономического развития Российской Федерации 12 мая 2017 года от номер 226. Для построения модели оценки кадастровой стоимости кадастровые оценщики шлят сбор достаточной и достоверной информации с рынков. Данная работа проводится специалистами краевого БТИ с помощью специального разработанного программного обеспечения для массовой оценки. То есть компьютер уже, соответственно, формирует их по группам, в нужные группы относит и, соответственно, уже проводит оценку. Для проведения оценки кадастровой оценки в структуре нашего учреждения создано управление государственной кадастровой оценки, специалисты которого непосредственно и занимаются данной оценкой. То есть это специалисты отделов в районах, они не занимаются данной оценкой, занимаются именно управлением кадастровой оценки в структуре. Она находится в Краснодаре у нас. Результаты все кадастровой оценки публикуются на сайтах, как Росреестра, так и нашего краевого БТИ. Также любой гражданин может подать заявление даже у нас в отделе и попросить разъяснение по данной оценке. В течение 30 дней он получит ответ, почему оценено, с какой стоимостью, какие показатели учтены при данной оценке и так далее. Также можно даже направить по почте нам письмо и, соответственно, по почте он получит данный ответ. Каким образом происходит выбор объектов для оценки, если они принадлежат государству, краю или муниципалитету? Что касается выбора, то есть кому принадлежит данный земельный участок, либо объект недвижимости, согласно 237-го федерального закона, по состоянию на 1 января, когда проводится оценка, Росреестр передает данные сведения об объектах, обо всех в управлении кадастровой оценки. Наши оценщики не видят, кто собственник данного, то есть независимо, кто собственник, физлицо, администрация, муниципалитет, Российская Федерация, для всех требований едины, оценка применяется для всех одинаково, то есть независимо от собственника. Оценщик даже не видит, кто собственник данного объекта недвижимости. Ну и расскажите о целях и задачах краевого БТИ на предстоящий год, что предстоит еще сделать? На следующий момент в этом году проводится оценка, как я и говорил, уже земель населенных пунктов, также продолжаем выдачу сведений из архивов, ну и помимо этого оказываем услуги населению по всем видам, связанным с недвижимостью, для дальнейшего использования людьми в их повседневной жизни. Конечно, сокращение срока выполнения работ, качества работ, над этим постоянно работаем, стремимся. Ну и расскажите, кому вы подчиняетесь, какому департаменту, как это вообще идет взаимодействие? Мы являемся государственным бюджетным учреждением Краснодарского края, мы подчиняемся департаменту имущественных отношений Краснодарского края, являемся структурой его и непосредственно подчиняемся данному департаменту. Что касается финансирования, есть так называемое государственное задание, которое доводится учреждению. К государственным заданию относятся это государственная кадастровая оценка и хранение и архивов, и выдача сведений с архива, потому что наши архивы являются собственностью администрации Краснодарского края. Также повседневно ведется работа по оценке зданий, земельных участков, которые на сегодняшний день проходят в кадастровый учет, то есть это идет сейчас постоянный обмен данными с органом кадастрового учета. То есть после постановки на кадастровый учет любого объекта, либо изменения характеристик какого-либо объекта, гражданин, не гражданин, а кадастровая палата, направляет нам данные и сведения. В течение трех дней, в течение пяти дней мы должны оценить, то есть управление кадастрового учета и вернуть в орган кадастрового учета уже оцененный объект. В этом году уже оценено более 180 тысяч объектов. Сколько еще предстоит оценить? Я думаю, что не меньше. Потому что работа постоянно ведется, постоянно делятся земельные участки, помещения. То есть каждый объект после раздела, постановки, внесения сведений о каких-либо характеристиках материалей, стен и так далее. То есть это влияет на стоимость, соответственно, это все переоценивается. То есть у вас идет переоценка всех земель, которые находятся на территории Краснодарского края? Да. А это вот сколько человек вообще задействовано во всем этом? На управление оценки штат у нас около 70 человек, плюс специалисты в районах, которые помогают принимать данные документы, то есть заявления от людей и так далее. Плюс сайт разработан, очень у нас хороший сайт у краевого БТИ, где вся информация вся достоверная и так далее. Расскажите, пожалуйста, как людям, куда обращаться сочинцам, по каким адресам, чтобы получить информацию, консультацию или предоставить документы? На сегодняшний день у нас находятся 4 офиса приема плюс 2 МФЦ специалисты. То есть центральный офис находится по адресу Красномейская, 19. Также у нас в Адлере на Молокова офис, в Лазаревской на улице Павлова и 2 МФЦ – это Адлера и Центр юных ленинцев. Кстати, подать заявление на предоставление услуг БТИ в Сочи можно по адресам, которые вы сейчас видите на экране. Спасибо, Юрий Иосифович, за очень интересную беседу. Это была программа «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми живет наш регион. Всего вам доброго. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова